Тоша, я тебя сердечно приветствую. Хочу тебе представить всей нашей школы, человек будущего Homo Futurus. Ну, наверное, многие тебя знают, потому что мы тогда вместе с тобой в Казани помогали. Там, когда был рак такой вот в школе, ты там организовывал нам возможность им помочь. Благодаря тебе мы это сделали, помогли вместе с тобой. Ну, вот давай теперь скажем о том, какая-то конференция сейчас проходила. Расскажи, пожалуйста, в двух словах. Во-первых, я представлю тем новичкам, которые не в курсе, кто ты. Это полковник Захаров, психолог. Да, еще он мой заместитель по школе. Не по школе, не по школе. По центру защиты от стресса. Мой заместитель по специальным программам. Да. Алешенька, ну давай, родной. Да, добрый вечер и... Сказать, еще хочу сказать. Теракты, которые проходили к несчастью, ну, благодаря Алексею у меня был такой доступ к ним, чтобы помогать там и детям, и взрослым выводить их из острого стресса, где обычно психологи не могли достучаться до состояния людей. И я там применял ключ для того, чтобы их выводить. И вот как раз и Леша Захаров, он мне помогал это организовывать. Так, давай. Добрый вечер. И я, собственно, думаю, что твои зрители, твои участники замечательной этой программы Homo Futura знают меня хорошо, потому что мы с тобой не раз уже выходили в эфир с этой площадки. И это всегда почетно и всегда значимо быть на этой площадке и выступать с ее позицией достаточно серьезно. Ну, надо понимать, что тот центр, про который Хасай сказал, центр защиты от стресса, он определяется и ведет достаточно серьезную и научную и организационную работу в вопросах, связанных не только с оказанием помощи, в экстренных ситуациях, по поводу которых у нас достаточно большой опыт реальной работы в этом направлении, причем опыт такой, который накоплен, наверное, мало у какой организации, занимающей психологической помощи, есть такой реальный опыт. Он реальный, потому что это не только научные разработки, которые производятся, производились в центре, это не только факторы теоретических изысканий, это реальная практическая работа, которая делалась на месте, прямо на местах возникновения этих чрезвычайных и жестких ситуаций. И это, в общем-то, большой период времени, потраченный на эту работу, и эта работа, конечно, имела и имеет большой эффект, и имеет большое значение, потому что это, в том числе, реальный опыт, который получен. Тот опыт, который был приобретен в Беслане при оказании помощи после террористического акта, он многократно уже пополнился с ситуациями более поздними, но этот опыт был реализован. И в той же Казани, когда мы работали по теплоходу Булгарии, который затонул, по тем же вопросам, которые были связаны и со стрельбой в школе, вот это не так давно, практически совсем недавно. И мы это проводили прямо в интернете. Да, 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 да. Это, то есть, нужно понимать, что Центр защиты от стресса ведет активную и научную работу, научные разработки, и активную практическую работу, которая делается. Ну, я хочу дополнить кое-что, кто не знает, чтобы вы знали, что Алеша, он у нас был как раз-таки и руководителем в психологическом институте Российской Академии Образования. Это был отдел или центр. Это был центр, да, психологии экстремальных ситуаций. Да, и я там у Алеши тоже работал, ведущим научным сотрудником психологического института развития, нет, психологического института Российской Академии Образования. Да, я там тоже работал у Алеши, а потом, когда Алеша оттуда перешел, потом ко мне перешел, да? Ну да, да, это было именно так, потому что, по-моему, да, в 2009 году тот центр закрыли, в процессе реформы Академии Образования тот центр закрыли, к сожалению большому. И нам, кто работал в том центре психологии экстремальных ситуаций, мы вот как бы определились, и я оказался для того, чтобы не бросать эту работу серьезнейшую. мы, в общем-то, занялись этой работой уже с позиции центра Хасая. Недавно мне Алеша позвонил и сказал, мы тебя наградили. Чем ты мне наградил-то? Ну, это не я награждал, это нужно понимать, что Хасай достаточно активно работал на Кавказе, мы вместе с ним работали. И помимо того, что Хасай просто замечательный врач, замечательный ученый, замечательный психолог, помимо прочего, он замечательный творческий человек, все вы наверняка прекрасно знаете, какой он живописец, удивительный. Но он помимо того, что пишет картины, он пишет стихи, он занимается литературным творчеством, поэтому, в общем, он человек такой всесторонний и очень серьезный. И меня там наградили за эти работы. Да, ну и... Согласен... За то, что... Вот последняя моя картина. Да, да, да. Извини, я тебя на секунду перебью, я хочу сказать для всех, я придумал такую шутку. На эти картины нельзя смотреть больше полминуты, потому что потом глаз не оторвать. Это так. Это так. Я жду дикий эморист, чтобы было всем интересно, не только, чтобы они знали о терактах, но ты мне наградил. Да, ну, на самом деле, эта работа, вот то, что мы делали, была оценена с позиции такой замечательной организации, которая называется Российский Лермонтовский комитет. Вот. И Хасай у нас стал лауреатом медали Лермонтова за восстановление мира и согласия на Кавказе. Это вот его работа, которая оценена была Лермонтовским комитетом вот за ту такую тяжелую и очень водотворную работу в таких боевых практически условиях, потому что эта работа была практически на передовой в системе боевых действий, очень жесткой и очень тяжелой. Вот. Ну и учитывая его, да, да, учитывая его заслуги на других поприщах, значит, Хасай стал кавалером орден уже не медали, а ордена Лермонтова. Вот. И понятное дело, что это достаточно авторитетные общественные награды, они входят в перечень общественных наград России и признанные награды. И я рад, что Хасай стал собственно кавалером этого ордена. Орден, ну, надо понимать, что фигура Лермонтова, которая определяется фигурой творческого человека, писателя, и человека военного, и человека, который был родоначальником спецназа русского, это все как бы определяет систему оценки работы и деятельности Хасая. Она очень непростая и сложная. Когда общаешься с Хасаем, надо и видишь его, не всегда приходит в голову, что это человек, который в таких жестких условиях работал. Он очень обаятельный, очень мягкий, и очень юмористичный, и кажется, что у него в жизни все очень легко. Вот глядишь на него, и у него из глаз льются лучи счастья, и это все как бы таким образом. А ты психолог настоящий, да, ты психолог. Но при этом я прекрасно знаю, с каким трудом и с какими трудностями связана жизнь Хасая, и знаю, что это человек повседневного подвига просто. Леша, я тебе сейчас одну вещь скажу. Только ты не обижайся. Только ты не обижайся, да. Да, благодаря тебе вот получилось у меня, что я имел контакты и возможность, и возможность помогать после терактов, потому что так просто любого человека туда не пускают. Ну, естественно. Ну, я же человек не военный, но благодаря Алексею, вот он как раз таки заведует вот этим процессом как бы обеспечить помощь этим людям в таком тяжелом критическом состоянии. И программу Бастион мы вели, да, вот готовили журналистов улетающих в горячей точке. Ну, что готовили, продолжаем, эта программа продолжает действовать. Она уже очень давно работает. Вот в программе это было уже, можно сказать, что это больше 15 лет, наверное, этой программе она существует. И это огромное количество выпускников, то есть серьезных журналистов, серьезных журналистов, которые прошли через эту программу. Вот интересно, а чего они про нас не пишут тогда каждый день? Я шучу, я шучу, я шучу. Слушай, я хочу тебе одну вещь сказать. Я придумал такую вещь, чтобы повысить у желающих специалистов, психологов, социальных работников и психотерапевтов квалификацию, уровень мастерства. Я придумал такую штуку, я объявил на прошлом ролике, а давайте сделаем турнир, соревнование или какой-то поединок. Кто хочет из психологов, которые хотят повысить свое мастерство, а я думаю, что любой нормальный человек хочет повышать свое мастерство в любой области, сделать такой поединок. Я, например, объявляю, что выходите, кто хочет, со мной, с автором метода ключа, выходите на поединок, и у вас будет 10 минут времени, и у меня 10 минут времени, и будет там человек, который, любой, который в сильном стрессе, хочет, чтобы ему помогли, чтобы снять этот стресс, я вот за эти 10 минут и коллега мой, который хочет выйти со мной в этом олимпийском, так сказать, соревновании. И, пожалуйста, посмотрим, метод работает как быстро, легко и просто в этом смысле, в отличие от всех других методов мира, потому что он проверен именно на терактах, на подготовке Марс-500, подготовке персонала при входе в атомоход курс, мы там все это делали, и поэтому посмотрим, вот очень много психологов, которые хотят повысить свое мастерство, ну, выходи на этот ринг, ну, я думаю, что не будет никакого ринга, потому что, ну, я себе просто реально представляю, достаточно активно общаясь в психологическом сообществе, что люди, которые знают, что такое ключ, а это большинство психологов, которые работают и в кризисных условиях, и в военной психологии, ну, практически любой психолог, который работает в военной психологии, знает прекрасно, кто такой Хаса Алиф, и что такое метод ключ. А как ты это можешь знать? Я это просто реально знаю, потому что эта ситуация четко совершенно существует в системе военной психологии, и будучи, и наблюдая за действиями и обучением, допустим, военных психологов, которые работают в Министерстве обороны и в психологической службе, там на этих сборах, а я там иногда бываю, или на таких профессиональных состязаниях психологов, которые собираются, там метод ключ присутствует вовсю. То есть психологи, военные психологи это знают очень хорошо. Понятное дело, эту ситуацию знают хорошо в военном университете на факультете военной психологии, который сейчас заново заработал, и там, извини, люди, которые там работали, создавали этот факультет в свое время, они тебя прекрасно знают, и ты их прекрасно знаешь, потому что сейчас есть новые вещи, волна, например, ключевое дыхание, одноминутное, принцип подбора. Поэтому я хочу что сказать, что состязаться с тобой на ринге никто не будет, а вот вопрос прийти и поучиться у тебя вот уже новым фактором, это вопрос серьезный, эту тему стоит обсудить. А насчет состязания не получится, потому что все прекрасно знают, насколько этот метод действенен и насколько он реален. И это не шуточные вещи, чтобы было понятно, да, там с позиции какой-то понимания простоты этого метода. в сравнении с другими. Алеша, я знаю, что для чего это придумал, для того, чтобы когда люди посмотрели, допустим, до отработки, до отработки методики экстренной помощи. Вот турнир этот посмотреть, как два специалиста работают, один и второй, причем выходит туда к ним в качестве пациента или клиента, человек в остром стрессе неподговоренный, а любой вот берет из России и звонит и говорит, я хочу туда в Zoom. Выходит, и вот мой коллега, у него 10 минут времени и посмотреть, как он работает, и потом у меня 10 минут времени и посмотреть, как я работаю. и на этом мы отрабатываем методику скорой помощи и экстренной помощи. И потом она пойдет по России для того, чтобы у всех психологов отработанная такая методика была уже. То есть, это и до совершенствования. Ну, я как бы понимаю, да, что вариант совершенствования, но нужно подумать, как организовать эту ситуацию, потому что эта ситуация, я думаю, в рамках, будем говорить так, повышения квалификации наших психологов, она, конечно, необходима. Надо придумать, чтобы они выстроили в системе этих действий и восприятие этих действий правильно. День хорошая, но не с точки зрения соревнования, а с точки зрения показаний эффективности. И еще раз повторяю, что, ну, психологическое сообщество прекрасно знает, насколько этот метод эффективен. Вот. И это, чтобы было понятно, это не только с позиции психологии. Вот, это понятно с позиции работы и врачей, кто работает в этой ситуации и работает в том числе в системе неотложной медицинской помощи при таких жестких ситуациях. Прекрасно. Это ситуация, то есть, как бы, понятна и известна и в медицинском сообществе очень серьезна. Вот. Поэтому это, как бы, не вопрос. Вот. Поэтому как выстроить ситуацию повышения квалификации, создать эти вещи, в том числе в системе доступа через наши электронные теперь вот эти средства. Раньше-то мы с тобой ездили по местам и непосредственно выезжали, участвовали в этих делах при обучении, не только при оказании помощи, но и при обучении. Сейчас есть более серьезные, более простые возможности, связанные вот с использованием Zoom, Skype и других технологий, которые позволяют эти вещи делать. Вот. Поэтому, да, надо продумать и выставить, и желающих-то поучаствовать и поработать, я думаю, мы найдем. Это не проблема. Вот ты говорил, какая-то конференция прошла. Что за конференция? А это было в пятницу. Вот, в прошедшую пятницу была большая, мощная конференция, которая определялась всероссийской, там были представители со всей России, которые работают с молодежью, и эта конференция готовилась и рос молодежью, и рос патриот-центром, и центром по, как раз ЦАПИ, такой центр, который занимается вопросами информационно-коммуникационных исследований, которые делаются на базе мира. И понятное дело, что центр называется Центр анализа и профилактики информационных угроз молодежной среде, вот этот ЦАПИ. Вот. Были представители, которые работают в системе образования, в системе молодежной политики со всей страны практически. Большая. Серьезные люди, взрослые, серьезные люди, и тема конференции была профилактика распространения деструктивных субкультур в системе информационного проявления, в системе информационных угроз. Вот. То есть, это вещи такие серьезные были. Были серьезные докладчики, и, собственно, мне довелось как бы вести, модерировать эту конференцию. Был очень серьезный разговор, он длился долго, он длился где-то с 9 часов утра до практически до 19 часов. И это был серьезный разговор, который определял как бы факторы выхода из ситуаций, которые возникли у нас с молодежью в системе таких тяжелых проявлений, как расстрелы или взрывы в школах. Вот. Это вот такие вот. В этом году их было достаточно много. К сожалению, большому. Вот. Последнее проявление было в городе Серпухове в православной гимназии. Вот. Все-таки сложные вещи. Это вопросы, которые касались воспитания молодежи, это вопросы, которые касались факторов психологического воздействия на молодежь, деструктивного психологического воздействия. И в общем-то мы вот как раз активно эти вещи обсуждали, активно определялись в системе интересов и в системе оказания методической научной помощи людям, которые непосредственно этим занимаются. И в общем, как бы это была первая подобная конференция этого центра ЦАПИ. Он только-только организовался и надо отдать должное, что вот эта конференция показала, насколько сама по себе природа этого этих всех явлений серьезна, насколько серьезная работа. И в общем-то вот это направление, это направление по работе с молодежью, по факторам противодействия информационно-психологическому воздействию разрушающему, который оказывается на молодежь, сейчас является для, в том числе для центра защиты от стресса, является тоже такой гвоздевой программой, в которой мы принимаем активное участие вместе с Хасаем. Ну, ты привет передал там кому-нибудь, Так там нет, там огромное количество приветов было получено мною от, собственно, от психологов и от педагогов и от чиновников, которые принимали участие в этой конференции, которую прекрасно знают Хасаи, прекрасно знают Центр защиты от стресса, вот, и это было огромное количество приветов, которые были переданы с большой благодарностью по поводу того... Спасибо, спасибо, мне приятно, я тронут, конечно. Да, поэтому это вот такой правильный фактор, который... Мне было самому приятно, потому что в перерывах выступлений, которые возникали, люди подходили к столу президиума, со мной, затевали разговор по поводу Центра защиты от стресса, по поводу Хасая Магомедовича, вспоминали те публикации, которые как бы шли как раз вот, наверное, вот с этой же самой площадки, на которой мы сегодня с Хасаем выступаем. Поэтому вот это надо понимать, что значение вот и в том числе этой площадки Homo Futurus, которая работает, она тоже достаточно серьезная и большая, потому что смотрит большое количество людей, даже, может быть, не участвуя в разговорах, которые происходят, но то, что это смотрится, то, что это воспринимается и то, что те методики и те факторы, связанные с методом, используются вовсю по стране, это тоже приносит, конечно, это большую радость. Вот. Мне было просто несказанно приятно, когда эта ситуация возникла, и там это всегда как бы окрыляет и заставляет работать получше. Я уже после таких подходов в системе ведения, в системе уже сообщения своего доклада, мне пришлось так как бы подобраться и ощутить как бы всю ответственность, что за спиной у меня достаточно серьезная и важная организация, за спиной у меня Хасай, не дай бог, если что-то будет не так. Вот. Поэтому все в порядке, конференция прошла замечательно, мы выступили, и все докладчики выступили очень хорошо. Мы по этой теме продолжаем и будем работать, все, что касается работы с молодежью, с подростками, все, что касается защиты молодежи, подростков от деструктивного воздействия, которое идет через интернет, которое идет через такие тяжелые сообщества, такие как АУЕ, это криминальное сообщество уголовников, такие сообщества как Синие киты, как Разбуди меня в 4.20, это суицидальные детские сообщества, которые приводят к суицидальным проявлениям тяжелым. То есть вот это все вещи такие, ну как бы очень серьезные, это не просто разговоры здесь вот с позиции... Алеша, я думаю, нам надо расширить число подписчиков нашего канала Ютуба, потому что я думаю, что 67 тысяч, которые у нас есть, которые неподдельные, без рекламы, просто приходят, потому что им интересно, их мало. Нам нужно довести вот последние достижения метода, волну и ключевое дыхание, там буквально одна минута, а потом волна делаешь столько, сколько нравится, пропускаешь через эту волну все свои переживания, думаешь о чем думается, делаешь как делается, по зеленой зоне максимальной комфортности, так освобождает людей, но люди просто этого не все знают, надо вот как бы нам расширить каналы, чтобы все знают. Есть очень хороший вариант, ну во-первых надо подключаться, сейчас надо подумать, как вот сейчас вот эта работа, ну мы как всегда у нас, когда все тихо, все хорошо, никто не хватает, за эти вещи, как только случается трагедия, тогда вспоминают про нас, про наши службы и мы начинаем работать, соответственно. И в связи с этим вот эти новые центры, которые формируются по работе с молодежью, это наше будущее, понятное дело, что мы должны серьезно смотреть в наше будущее, это наши дети, наши внуки, это все достаточно серьезно и важно. Вот. те центры, которые сейчас начинают работать, они естественно будут создавать информационные ресурсы свои собственные и на этих информационных ресурсах надо, наверное, делать кнопку и делать ситуацию совмещения с твоим порталом, который называется футурис, чтобы люди могли подключиться к тому, что ты говоришь и тому, что ты показываешь. Да, мне важно, чтобы вот это кто-либо взял и не завернул в какую-то непонятную неуправляемую сторону. Нет, ну это, слава Богу, для манипуляций. Нет, нет, главное, пользуясь нашим именем, было уже несколько случаев, и я тебе об этом говорил. Да, это я знаю, да. Здесь важно, чтобы это было... Название наш, Homo Futurus, берут наши имена и начинают под этим действовать, манипулировать и так далее. Я хочу... Кнопку надо конкретно привязать, чтобы не было возможности ее украсть. Это, как бы, эти ситуации по информационной безопасности можно сделать. Вот, важно, чтобы на этой кнопке был ты, а не кто-то другой, либо кто-то из наших сотрудников, наших, то есть, это Шейла может быть, это может быть Олен, это могу я быть, вот, это там Наташа, Маша, вот, ну, все, кто работает в нашей команде. Все, кто работает в нашей команде. И чтобы это было понятно, хорошо. Ну, и еще один аспект очень важный. Нужно, как бы, понимая те задачи, которые мы делаем, чтобы это было не только связано вот с межличностным общением мы такими вещами, а задачи серьезные. Вот, чтобы люди об этом говорили, вот они общаются с тобой на твоем, на твоей площадке, а надо, чтобы они эту площадку распространяли и дальше, и чтобы вот эта ситуация, связанная с сарафанным радио, чтобы она тоже работала. Я вообще очень хорошо отношусь к понятию сарафанного радио, потому что оно имеет доступ практически во все общественные места и не общественные места, потому что они попадают в ситуацию любых интересов. Люди, которые с тобой работают, они это должны знать. Я вообще как бы думаю, вот сейчас мы с тобой говорим на эту тему, ты стал как бы инициатором этого разговора, когда я тебе как бы докладывал по поводу конференции и по прочим вещам. я думаю, что стоит может быть в какой-то системе времени определить и вот наверное наши доклады на Homo Futura с тому, что делает центр вообще. Мы сейчас бы как бы доложили людям о том, что центр занимается этими вопросами, еще какими-то вопросами, которые связаны в том числе с вопросами информационно-психологической безопасности. Этим тоже центр нас занимается. Это вещи, которые связаны с информационно-психологическим воздействием на людей. Центр нас занимается соответственно и вопросами противодействия в системе вот пандемических факторов, когда нам приходилось не только приходилось, но мы делали и выстраивали ситуацию по оказанию помощи людям, которые были заперты в домах, которые попали в трудное положение из-за ограничений, которые возникли в системе пандемии. Это в том числе аналитическая работа, которая ведется тоже в центре. Мы же пишем аналитический материал, аналитические справки, распространяем им соответственно и в систему власти, и в систему общественного интереса эти справки уходят соответствующим образом. Они попадают в том числе через возможности Совета Федерации, Госдумы, они попадают и в администрацию президента, и в систему законодательной власти, нашей работы, аналитической работы, которую делает центр. То есть это вот чтобы было понятно, что это не самодеятельность талантливого мастера, который работает в системе оказания медицинской помощи и психологической помощи людям, и еще при этом создает философские теории очень правильные и востребованные, но это еще и достаточно серьезная государственная научная работа, которую центр делает. Поэтому люди должны это себе представлять, что понятие того, что Хасай является не просто директором центра, а генеральным директором, понятие генеральный директор, это не спустовка взятая ситуация, это ситуация взята с тем, что у центра много направлений, которые реализуются командой этого центра. Я хотел сказать, что скоро у нас появится актуальная тема, действительно, раскрытие творческих качеств, о которых люди даже не предполагают себе, потому что они все время занимались не тема, они даже не знают о том, сколько у них творческих качеств. И вот недавно мне один мужчина, он уже в возрасте модом, он говорит, слушай, я благодаря вот этой волне, благодаря этому ключевому дыханию, левитационным упражнениям, и этой синхрофис культуре, вдруг, говорит, понял, что я очень люблю сажать розы. ты представляешь, в таком возрасте вдруг он понял, что у него есть любимое дело, но он об этом как-то не догадывался, а теперь он ходит там, сажает розы, все время ими любуется, и в следующем ролике он хочет с нами поделиться этой радостью. Это классно, это классно. Он впервые в жизни говорит, я открыл это, благодаря именно вашему каналу. А вот сколько людей у нас с этими затаенными, так сказать, способностями и поэтическими, и рисовальными, и всякими музыкальными. Наша задача, человек будущего Homo Futurus, каким человек будет в будущем через тысячу лет, эти качества развивать сегодня, потому что наше будущее внутри нас и наша задача открывать себя. А это же и есть лучшая защита против пандемии и так далее, повышать свою стресс-устойчивость на том, что вы занимаетесь любимыми делами, повышать иммунитет. Да, вот это очень важно. И поэтому давайте, друзья, делитесь, делитесь в своих группах, делитесь, подписывайтесь на канал. Видите, у нас такое разнотемие. У нас и по творчеству бывают встречи с интересными людьми, с профессорами разными, у нас и с психологами бывают, и с олимпийскими спортсменами. Да, моя землячка Саадат, она вот на международных соревнованиях по боксу победила, там недавно. Так что я Саадат привет передаю. И всем участникам школы Человек Будущего, как говорят дети, и в мультиках мои обнимашки, да, обнимашки вот у меня паники, это бабушка ей, допустим, 75 уже, я ей говорю, слушайте, ну я так устал от всего этого, она говорит, извините, извините, я не знала, что вы хотите отдохнуть, я говорю, тоже плохо сплю, я говорю, тоже плохо сплю, я говорю, вы плохо спите, потому что вы скоро будете хорошо спать, во-первых, во-вторых, вы просто плохо спите, а мне приходится все время вот так помогать людям, я поэтому плохо сплю, поэтому я всех прошу раньше 20 часов мне не звоните, пожалуйста, потому что у меня же еще работа есть, еще мне нужно картину для вас же нарисовать, потому что у нас же есть рубрика коллективный разум, когда я показываю картину, и мы все вместе тренируемся, даем друг другу советы, и в конечном счете мы делаем из образа такой образ потрясающий, и очень-очень нравится, многим, потому что мы все вместе пытаемся вложить туда душу, чтобы картина ожила, я вам всем очень за это благодарен, Алеша, я тебе очень благодарен, что ты рассказал о конференции, ну, во-вторых, я тебя очень прошу, когда ты приедешь ко мне чай попить, захвати с собой этот орден, потому что ты все время в командировках, все время там на телевизоре выступаешь, по-моему, ты помогаешь. Да, у нас, к сожалению, вот ситуация такая, хаса этот орден, что называется, получил, он есть, но в руках он его еще не держал, потому что я до него добраться не могу. показали, чтобы мы всем показали вместе с новой моей картиной, я хочу, чтобы мы с тобой сделали еще одну. Это обязательно, да, но это прям практически на следующей неделе произойдет, обязательно, да, поэтому я до тебя доберусь, потому что я думаю, что все мои командировки, к счастью, в этом году закончились, вот, и я смогу до тебя наконец добраться, чтобы у нас наше того и общение через электронные средства все-таки вылились в ситуацию личных. Скажи, Алеша, самое главное обнять тебя, вот, крепко, чтобы... Ну, это из этого невозможно, особенно, когда все время на дистанции, надо все-таки быть человеческим. И мы создаем на канале науку человечности, кто этого не знает, это очень важное дело, потому что только развивая человечность, можно поставить заслон всем неприятностям. Алеша, я напоследок хотел тебя спросить, ты полковник, ты психолог, ты там большой начальник, ты там готовишь там журналистов, бастион там и прочее, десятое, вот ты мне скажи, по твоему интуитивному ощущению, вот, я-то верю, я оптимист, понимаешь, но ты как думаешь, в этом новом году, который мы все ждем с какими-то надеждами, с чаяниями, и находясь под прессом, все равно ждем, ты скажи, все-таки будут хорошие перемены? Будут обязательно хорошие перемены, но нам при этом будет тяжело. Как мой тренер по карате говорил, когда я был маленький, я говорю, Ахмед, как ты думаешь, это зимой снег будет? Он всегда дипломатично отвечал, он говорил, почти не будет. Не, ну понимаешь, я же прекрасно знаю, мы с тобой живем, и, собственно, люди, которые нас сейчас слышат и видят. Мы все живем в таком месте, в котором легко просто так никогда не бывает. И легкости просто так никогда не бывает. И для того, чтобы людям было легко, в том числе, создается такая площадка, как Homo Futuros. Вот она существует, потому что, чтобы людям было легко, нужно что-то для этого сделать, нужно сильно потрудиться. А наше место, наша страна, это такое место, где для того, чтобы было легко и было удовольствием, нужно потрудиться сильно. И, в принципе, формула такая возникает. Чем ты больше хочешь, чтобы тебе было легко, тебе тем больше надо пережить тяжести и нагрузок. Отлично, отлично, отлично. И это как бы формирует тот самый волевой фактор, понимаешь? Мы же закаленные люди, наша закаленность связана с преодолением. И это преодоление, это очень полезная вещь, потому что мы и себя закаляем, и создаем волевой фактор, который позволяет нам переживать все эти тяжелые вещи и получать удовольствие. И мало того, вот есть еще один очень интересный аспект. Мы можем не считать количество полученного удовольствия. Многого мы его или получаем, мы никогда не зацикливаемся на этом. Мы способны, мы способны почитать за счастье секундную толику этого удовольствия и жить с этой секундной толикой удовольствия всю жизнь. И это фактор оценки, внутренней оценки радости, внутренней оценки счастья. Мы согласны ради этой маленькой вот звездочки счастья потратить на эту звездочку всю жизнь. Ты хорошо сказала, я хочу сказать, что для того, чтобы человек в этих трудных ситуациях имел силы, для этого у нас на канале есть бесплатный ликбез, снять стресс и восстанавливать эти силы. восстанавливать силы и у нас самый лучший метод в мире. Честное слово. Вот я сейчас недавно удивился, взяли в полицию, взяли еще в Росгвардию без согласования со мной, взяли и вставили эти инструкции. Слушайте, я туда никакого отношения не имею, потому что я это говорю, почему? Потому что сюда взяли старые, вставили, не глядя. Но это как можно. Но это другая сторона, понимаешь? В жизни есть такое понятие, как палка. Мы все живем с палкой в руках, но каждый раз держась за один конец палки, забываем, что у этой палки есть всегда второй конец. Да, конечно, конечно. Ну вот, и надо понимать, что у этой палки есть два конца, и твоя известность, и популярность метода, она как раз и говорит о том, что берут и вставляют, потому что знают и ценят. А плохо, что они при этом не хотят учиться и не хотят видеть развитие этого метода. А вот это серьезные вещи. Мы же не стоим на месте. А потому что если бы полицейский занимался правильно по этому методу, у него бы человечность открывалась. У него бы человечность открывалась, он бы стал шире на вещи смотреть. И может быть, кое-где вел бы себя более правильно. Хасай, ты знаешь, вот по моему опыту столкновения с людьми в форме, ну, я сам человек в форме, но вот людьми, которые несут службу в полиции, я бы не стал бы так округлять ситуацию по ним, что это плохие люди. У меня достаточно хорошего опыта того, как эти люди помогают. Ну, реально помогают. Про это мало кто говорит. У нас в информационном пространстве их ругают, их хулят, их называют, как только не называют. Да, там есть, там есть негодяи, это я согласен. Там есть негодяи, которые все портят, но там такое количество нормальных. Алеша, ты возьми и всем скажи, пусть они выходят на наш канал, мы будем очеловечиваться, потому что мы занимаемся наукой человечности. Я думаю, я в этом уверен, что будущее общество, это не капиталистическое, это человеческое. А интернет, который сейчас развивается, делает все прозрачным, и поэтому, как говорится, мы все будем на беду, мы все будем на беду, и это новый уровень развития самосознания, когда человеку будет стыдно делать неправильно. Вот это же главное. Вот у меня был друг, ну и сейчас он есть, я просто давно его не вижу, Виктор, он написал книжку Белобородов, книжка добрых полковников, он в космических войсках, его брат генерал тоже там служил, мы друзья, книжка добрых полковников для детей, и там удивительно он написал, что не запрещать надо, не ругать надо, а надо просто так построить отношения человеческие, чтобы было стыдно делать плохо, чтобы было стыдно. для этого надо вспоминать тот человеческий опыт, правильный, хороший человеческий опыт, который есть у нас у всех за спиной, мы же стремясь в будущее очень редко, к сожалению, смотрим то, что у нас за спиной, а это огромный опыт, это традиции огромные, шикарные, и это опыт научный, этот опыт житейский, вот все эти вещи, они не зря существуют, их надо помнить, их надо развивать, и это как с твоим методом тоже, он существует уже много десятков лет, он спас огромное количество людей, спас именно от смерти, это надо понимать, что цена здесь, это цена жизни, которая здесь определяется, вот, но он развивается, и надо понимать, что он не может быть застывшим, потому что эта ситуация связана с человеком и с его развитием, задача, которую мы с тобой преследуем, это развитие человека, не уход его в какие-то полуживотные инстинкты, в системы животных ощущений, вот, в систему развития, чтобы факторы, мы говорим в своем методе, что мы должны ощущать удовольствие, ощущать удовлетворение, но это не просто на ощущениях, это главное дело заключается в том, что это ощущение очень четко и очень объемно осознанно, это работа мозга, это работа интеллекта, это работа в ключе, это работа развития интеллекта, вот, в чем и связано, что мы не просто достигаем положительных ощущений, как говорят, молодежь сейчас говорит, по кайфу, чтобы было, но это абсолютно осознанные вещи, и суть метода заключается в том, что те удовольствия и удовлетворения, которые человек испытывает при его реализации, это осознанные вещи, это продукт работы интеллекта человека, это вещи, которые не просто чувствуются, но они понимаются, и в связи с этим это вещи развития, человек работая вот таким образом, он развивается, метод его не просто позволяет, а требует от него, чтобы он развивал свое мышление, развивал свой интеллект, развивал свой кругозор, развивал свое понимание мира, такое, какое оно есть на самом деле, правильно, невыдуманное, там, с позиции, опять же, таких инстинктивных ощущений, которые, опять же, связаны с выдуманными вещами, индивидуального счастья, там, для одного человека, ну, я просто сказал, будешь болеть только о себе, один и останешься, да, конечно, конечно, поэтому здесь понятно, что есть удовольствие помощи самому себе, это классная вещь, но есть многократно увеличенное удовольствие помощи, когда ты получаешь удовольствие от помощи другому человеку, когда ты гладишь по головке ребенка, который тебе отвечает улыбкой на это поглаживание, не хмурым взглядом, а улыбкой, какое счастье у тебя возникает от этой улыбки, когда ты тратишь свою энергию для того, чтобы его приласкать, когда ты тратишь свою энергию, чтобы приласкать другого человека и оказать ему вот такую помощь, погладить его по головке, по спинке, чтобы он получил от удовольствия, и тот ответ, который ты видишь в этих глазах, это величайшее счастье. Алеша, Алеша, давай, приходи, обними меня, погладь меня по головке. Обязательно. Парень, да. Спасибо тебе огромное, Алеша. Спасибо. Давай мы тогда сейчас это выставим на YouTube-канале, да, посмотрим, пусть все посмотрят, и безбородов, которых я упоминал, и Слава, и Виктор, и генерал, и полковник, я надеюсь, они увидят и напишут еще одну книжку, книжку добрых полковников. Это хорошая книжка, мне она прям по душе. Да. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи.